Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск «Мнение дилетанта». Сегодня поговорим с вами на очень банальную тему — гомосексуализм и наше отношение к нему. Ей! На самом деле, ну, меня постоянно в комментариях пеняют, мол, я либерально отношусь к геям, лесбиянкам и прочему. Ну, и писали «Давай, давай, делай мнение дилетанта», но по-хорошему, что я могу такого оригинального по этому поводу сказать? Я сейчас, конечно, попробую высказать своё отношение ко всему этому, ко всему даже больше не к гомосексуализму, а к тому, что вот какая в наших странах сейчас вакханалия по этому поводу происходит. И заранее предупрежу, я такой либерал, за свободу и прочее, и я за все права, отдачу прав гомосексуалистам, какие только возможны в принципе, чтобы они были на равных с гетеросексуалистами. Поэтому, если вы вдруг воинствующий гомофоб, пожалуйста, либо проходите мимо, либо сдерживайте себя. Я никогда не стираю комментарии, которые против моего мнения, только если люди не в состоянии их нормально подать, без оскорблений, без обзывательств. Если вы вежливый, вменяемый человек, с вами приятно поспорить по любому поводу. А дело в том, что гомосексуализм в наших странах такой повод, что почему-то заставляет людей сразу ругаться. Ну ладно, теперь, собственно, к самой теме. Не знаю, меня почему-то никогда за всю мою жизнь не было никаких, никакого негативного отношения к людям, у которых какая-то другая сексуальная ориентация. Я к этому отношу, это, вот, знаете, вопрос любви для меня, а не секса. То есть, кто я такой, чтобы указывать другим людям, кого им любить. И мне кажется, одна из основных причин такого негативного отношения в наших странах к гомосексуалистам, это именно, что люди к ним относятся, в первую очередь, с позиции секса. Когда начинают говорить про гомосексуалистов, вы уж извините за такое выражение, сразу говорят, там два мужика друг другу в жопу долбят. Почему вы первым делом сразу себе представляете секс? Почему не сказать, что два мужика нашли человека, с которым им хорошо вместе находиться? Причем тут сразу секс, ведь семья и любовь, это не только секс. Я уже молчу о том, что гомосексуалисты не только в жопу долбятся. Я такие вульгарные выражения использую, просто для того, чтобы показать, насколько странное в наших странах, опять же, отношение к этому вопросу. Стивен Фрай был ведущим этого сериала, он открытый гей, я думаю, он всем известен по шоу Лори и Фрая, Вустер и Дживс, ну, известный британский актер, он открытый гей. И вот он ездил по разным странам и общался как раз с людьми, которые представляют фронт гомофобов. В России он общался с Милоновым, например. Интересная серия, найдите, посмотрите. И вот он говорит, а что вы взяли, что у нас получается только какой-то анальный секс? Есть ли другие виды взаимного удовлетворения? Но дело в том, что вот в первую очередь люди, которые выступают против гомосексуализма, они упирают на секс. Вот два мужика, как это противно, упирают на то, что я буду идти по улице и вдруг увижу, как, опять же, два мужика, именно с мужиками, вот на лесбиянок это не особо распространяется, два мужика друг друга там в кустах, да не, не в кустах, в открытую, вот обязательно, если разрешить гомосексуальные браки, почему так будет? Да блин, а почему вы так не относитесь к гетеросексуальному половому акту? Почему вы взяли, что вам понравится вообще на это смотреть? Потому что обычно вот таким образом в открытую это делают не очень симпатичные люди на самом деле, скорее всего, какими-нибудь веществами или алкогольным опьянением. То есть, да, я тоже против того, чтобы гомосексуалисты целовались на улицах, занимались сексом и прочее, но я точно так же против того, чтобы это делали и гетеросексуалисты, потому что это точно так же противно и неприятно. В общественном транспорте и так далее, и так далее. Потому что красивые люди этим занимаются только в фильмах. В реальной жизни, вот так на виду у общественности, это будут заниматься только маргиналы и деклассированные элементы. Я вспомнил офигенные словосочетания. Ну, это развязка Родашковича к нам туда. Что, ты помнишь, Гастелло вот тут. Проезжаем мимо места, где Гастелло совершил свой подвиг. Хотя, опять же, отступление от темы, как и с теми же героями-панфиловцами, сейчас уже по поводу подвига Гастелло есть много сомнений в том, что он имел место быть. Так вот, возвращаясь к нашим геям. Я всегда считал, повторюсь, что самое главное в жизни, вот, основа, опора — это семья. И получается, что мы с вами определенному количеству людей запрещаем создавать семью. Вот этот фундамент, на котором основывается жизнь людей, ради чего многие, собственно, и живут. По причине просто того, что они неправильно, по нашему мнению, занимаются сексом. Давайте... Только, пожалуйста, не надо мне писать в комментариях, что гомосексуализм — это болезнь. Вы это напишите во Всемирную Организацию Здравоохранения, которая признала давно, что это не болезнь. Да, возможно... Можно сказать, что раз они любят не тех, кому принято нами любить, то у них какое-то отклонение в поведении. Но, блин, вот... Хорошо, вот мы — гетеросексуалисты, да? Что? Мне нравятся все женщины мира? Давайте, раз мы уже взрослые люди, будем так откровенно говорить, что у меня встанет на любую? Нет, конечно. И что, значит, я ненормален, потому что мне вот моя жена нравится по каким-то причинам, а другая женщина не нравится, пусть она будет и красивой, и по мнению другого человека. Давайте будем вводить какие-то... Говорить, вот я нормальный, а вот тот ненормальный. На самом деле это все идет из христианской морали. И вообще вопросы секса — это самый удобный способ закабалить каким-то образом человека, взять его... Ну, использовать его потом в своих интересах. Что говорит христианская мораль? Что надо любить только определенных людей в определенное время, только когда там женился. В пост нельзя, кстати, между прочим. И это способ воздействовать на человека, использовать его чувство вины в своих интересах потом. Это все идет оттуда. Слава богу, уже и реформация прошла, и сексуальная революция во многих странах. Но все равно продолжают вот этих несчастных геев и лесбиянок гнобить. Я был во многих странах, где разрешены гей-браки. Поверьте, там не идешь по улице, и на тебя нападают геи, которые тащат тебя в подворотню, чтобы оприходовать. Извините, такие выражения. Вот интересный момент. Ну, я со своими друзьями по этому поводу спорю. Одна из таких важных аргументов, типа, чтобы запретить пропаганду гомосексуализма. Во-первых, я вообще не очень понимаю, как можно гомосексуализм пропагандировать. Ну, ладно. Вот один из моих друзей, у которого есть сын, он говорит, что вот его ребенок, он, ну, ему еще мало лет, он может это увидеть и захотеть попробовать с другими. Ну, то есть увидеть, что двое мужчин там даже не занимаются любовью, предположим, а целуются, там, милуются, как мужчина и женщина. И ему может захотеться это попробовать, понравится ему, и он станет гомосексуалистом. Вот это интересный вопрос. Я не представляю, что мне можно такого показывать и что мне можно такого делать, чтобы меня заинтересовал половой акт с другим мужиком. Ну, предположим, я уже выросший, типа вырос, да, вот неокрепшие детские умы. На самом деле, очень многие мальчики пробуют с другими мальчиками в детстве, просто потому, что у них нет доступа к женскому телу, извините. Когда этот пубертатный период, там много людей через такое проходит, но они не становятся гомосексуалистами. Их возбуждают все равно только женщины. Это же вопрос, ну, это такие банальные вещи, я не знаю, почему это надо проговаривать. Запах женщины больше нравится, даже фильм об этом есть. Их телосложение, их, не знаю, вот как, что надо делать в детстве с мальчиком, чтобы его обычное природное влечение к женскому полу заменилось внезапно на влечение к мужикам, и ему потом стало бы только с ними классно. Ну, вы сами вот по себе судите, вот как вы росли, как у вас появлялось это желание, у вас появляются девочки, которые вам нравятся, и которые не нравятся. Это что, от воспитания какого-то зависело? Ну, да, там есть какие-то вещи, которые на это влияют, но уж не точно, уж точно они не влияют на влечение к женщинам или мужчинам. Пропаганда гомосексуализма. Да не надо, а что, есть какая-то пропаганда гетеросексуализма, зачем геям вообще эти парады проводить, показывать, а почему не проводят парады, например, рассинизаторы или таксидермисты. Почему только геи могут это делать? Ну, во-первых, парады проводить могут все, другое дело, что не все этого хотят, и не все это организуются, а почему они не организуются? Потому что геям надо заявить о себе, им надо показать, что их нынешняя ситуация не устраивает. Только кто-то умный из геев придумал это делать не в виде протеста, не в виде манифестации, а в виде вот такого парада, что намного веселее, по-моему. Многие люди в наших странах считают, что вот эти самые парады это и есть пропаганда гомосексуализма, что оно вот на неокрепшие детские умы может так повлиять, что дети, увидев геев, проходящих в параде, решат, что, блин, это же так прикольно, а давайте пробовать друг с дружкой вот это вот все делать. Поверьте, без всяких парадов дети пробуют друг с дружкой это делать, потому что это физика, это физика, что я говорю, физическое влечение организма, когда проходит этот пубертатный период, когда начинается влечение к другому полу и замалчивать все эти вещи, не рассказывать детям, это как раз ведет к тому, что они начинают с другими мальчиками втихаря пробовать там, опять же, мы тут взрослые люди, там, письки друг другу трогать и прочее, прочее, но это, я понимаю, что это все смешно говорю для взрослого человека, но проблема нашего общества, то, что мы это все замалчиваем, как будто, знаете, это какой-то табу, хотя это вещи, которые определяют нашу жизнь, это такой же такая же необходимость для человека, как и еда, как сон, так и сексуальный контакт с любимым человеком, а мы пытаемся это запретить, сказать, нет, нам не нравится, что вот вы, Петр Сергеевич, и вы, Александр Федорович, будете с друг другом в постели, мы это даже не увидим, но мы как представим, что вы в постели лежите, это же трындец просто, мы сами спать не можем после этого, зачем, зачем вы вообще представляете, как геи что-то друг с другом делают, зачем вот это вот все, вот эта визуализация, вы знаете, когда, вот по моему мнению, толерантное отношение, когда вы видите, например, двух мужиков, которые сидят, там, держатся друг друг с дружкой за руки, один в шарфе, и вы на это смотрите и думаете, вот надо, наверное, моему мужу такой шарф купить, ну, сейчас, хотя и тапогейска прозвучало, потому что я, типа, ну, хорошо, моей жене такой шарф купить, вот это толерантное отношение, и когда вы думаете, боже, они, наверное, друг к другу в таких вот позах и сидит такой, скривившись, думаю, геи, блин, гнездо себе тут свили, естественно, это еще идет из зэка, ну, из тюрем наших советских, российских, где мужиков опускают, делают их петухами, это значит, что они выступают в роли как раз тех, кого насилуют, используют в сексуальном виде, то есть для многих тогда непонятно, как мужик может по доброй воле тогда вот так опуститься, типа это опущенный, но это же, опять же, проблема тюрем, не только тюрем, но и армии тоже, где нету доступа к женщинам, вот почему-то берут, и если в тюрьме это наказание, предположим, то армия, почему-то такое наказание должно быть, такое ограничение свободы для людей, и опять же, видите, я постоянно говорю по поводу геев, не затрагивая лесбиянок, потому что вот наше общество именно геям так относится, а лесбиянки, ну, по мнению многих людей, это красиво, хотя, опять же, настоящих лесбиянок мало кто из вас видел, вообще, вообще на самом деле настоящие гомосексуалисты и лесбиянки ничем не отличаются от обычных людей, вы их не сможете отличить никак, пока они вам не признаются, это вот, еще раз, к вопросу о стереотипах, то есть эти жеманные все вот эти вот геи, которые больше на женщин похожи, это стереотип, их подавляющее меньшинство, как и мужеподобные женщины, так называемые, это тоже стереотип, все гомосексуалисты ничем не отличаются от обычных людей вообще, вообще никак, ни поведением, ни голосом, ни манерами, ничем, только тем, что им нравятся люди своего пола и все, и вы никак не сможете это определить, нету какого-то теста для определения всей этой фигни, так зачем запрещать и искусственно усложнять этим людям жизнь, просто потому, что они вот отличаются именно сексуальным влечением, то есть мы будем запрещать им создавать семьи, мы будем запрещать им жить такой жизнью, какой они хотят для себя, зачем это все делать? Это я просто знаете, есть такой КВН-овская шутка была, кстати, БГУ белорусская, там парень говорит, я решил, что я с девушками не буду никаких отношений иметь, потому что мне еще дед говорил, никогда не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой, так я вот типа этим принципом тоже руководствуюсь, вот представьте, например, кто-нибудь начнет говорить, что я не могу жениться на своей жене, потому что она шатенка, можно жениться только на блондинках, предположим, вот такой закон, или она не может за меня выйти замуж, потому что я очки ношу, вот это из того же разряда, собственно, или там еще есть такой аргумент, геи не могут завести детей, поэтому они не будут продолжать род, так они и не смогут и, если они станут гетеросексуальной парой, потому что, ну, с кем-то, потому что им просто этот партнер может не нравиться, еще можно целое видео сделать по поводу усыновления геями детей, ну, это уже другой вопрос, у нас почему-то даже предпочтительнее, чтобы дети выросли в детском доме, чем их геи усыновят, боже мой, серьезно, вот настолько вы детей ненавидите и людей, да, чтобы они в детском доме вырастали, для меня этот вопрос сложности не представляет, вот эти все запреты человеку быть с любимым человеком, это очень плохо, это, вот это фундаментально относится к тому, ну, к счастью человеческому, блин, чтобы человек просто жил, чтобы он хотел вставать по утрам, для чего, вы берете, там, не знаю, по статистике от 5 до 7% людей и отказываете им в счастье, в любви, зачем, вот ради чего, как таким образом можно более, лучше мир построить, я понимаю, что я своим видео, естественно, эту проблему в нашей стране не решу, но я, вот, я уверен, что со временем все равно мы придем к разрешению гомосексуальных браков, это, это просто обычное развитие человеческого общества, без этого никак, это, это, это просто вопрос равных прав, и все, можете там запрещать пропаганду гомосексуализма, сколько угодно, но люди будут появляться такие, это, видимо, природой для чего-то заложено, будет пропаганда гомосексуализма, не будет, геи будут, и отказывать им в простом человеческом счастье, это очень, очень неправильно, потому что кто-то может с таким же, с такими же дебильными аргументами прийти и вам отказать в том, чтобы вы были счастливы, да блин, в истории нашей страны это уже кучу раз было, геи, это еще, знаете, вершина айсберга, когда вас убивали за то, что вы не к тому классу принадлежите, вот уж где, да, и дети, мы это прожили, в наших странах это было, однако на грабли наш национальный вид спорта будем наступать и наступать еще много раз, в общем, наговорил я много, потому что, ну, тема такая, еще раз, пожалуйста, прошу, в комментариях ведите себя прилично, будьте добры, я не понимаю, почему эта тема начинает сразу людям крышу сносить, вот когда, то, что касается конкретно вашей жизни, да, там, когда законы дурацкие водят, когда вам что-нибудь запрещают какое-нибудь выехать, это почему-то крышу не сносит, а вот геев обсудить, это прямо шторм, ураган Содом и Гамора, в тему я Содом и Гамору сейчас использовал, на этом все, вы видели и слышали Лешу Халецкого, жду ваших умных, умных мыслей в комментариях, на этом все, пока,